Сегодня Дворец Дружбы Народу встречал учителей и наставников, чьей роль невозможно переоценить в воспитании и становлении личности. Старжественное мероприятие, репортаж программы. Поздравление главы государства нашим дорогим учителям и наставникам зачитал заместитель премьер-министра Узбекистана по вопросам социального развития. Признание бесценного труда, стратегической важности, вклада педагогов, тренеров, каждого, кто является наставником для поколения будущего, подчеркивалось в речи неоднократно и торжественно. Достижения сферы народного, дошкольного, высшего образования отражают цифры и факты, за каждым из которых родное для нас объединяющее слово «устоз» — личность, посвятившая себя детям Узбекистана. Мы должны максимально поднять статус учителей, и наши выпускники, самые лучшие из них, должны прийти в педагогику. Они будут обучать подрастающее поколение в соответствии с новыми стандартами и методиками. Хочу сказать, это поздравление взволновало всех, кто имеет отношение к нашей профессии. И в нем были отмечены все те акценты, которые действительно необходимы образовательной сфере. И даже концертные номера продуманы и несли в себе посыл. Я скажу вам так, с этого мероприятия никто не уйдет равнодушным. Вывод? Нам предстоит еще многое сделать для того, чтобы стать конкурентоспособным государством и войти в число самых развитых стран. Школа — самая великая в мире обитель. В Узбекистане она сегодня объединяет 6 миллионов 236 тысяч 751 учащегося и 501 тысяч 44 педагога. И в этот торжественный предпраздничный день о современности, планах и мечтах нам рассказали сами учителя, съехавшиеся в столицу со всей страны. Я очень сильно взволнованный и вместе с тем безмерно рад. Внимание и забота, оказанные нам, возлагают большую ответственность. Мне всего 30 лет, и я не ожидал к себе такого внимания, почета к молодому учителю. Меня пригласили в столицу на торжество, в такой концертный зал. Когда я выбирал эту профессию, возникал вопрос, может ли мужчина стать учителем. И сегодня созданные возможности нам, педагогам, говорят о том, что я сделал правильный выбор. Радуюсь тому, что на меня смотрят восторженными глазами. Моя супруга тоже работает преподавателем начальных классов. Я знаю и верю, что мои дети также станут педагогами, представителями такой почетной и вместе с тем ответственной профессии. Я прежде всего хотела бы поздравить своих коллег с таким замечательным праздником, который был возведен в ранг государственных праздников. Мы с вами живем в новое время. Каждый день для нас открывает новую страницу. В систему народного образования пришла цифровизация. Мы имеем возможность сотрудничать с международными организациями. Мы имеем возможность выходить на контакты с нашими зарубежными коллегами. Обмениваться опытом, учиться. Мы учимся беспрерывно, потому что мир меняется, потому что все вокруг меняется. И учитель должен быть самым современным, самым знающим. Потому что именно мы растим наше будущее. Потому что школа – это база любого государства. Я мечтаю о своих выпускниках, которые реализовали бы все свои способности и таланты. Сегодня столько возможностей у молодых людей при поступлении в высшее учебное заведение. Я должна сказать, это, понимаете, веяние именно последнего времени. И я очень хотела бы, чтобы они ощутили это и обязательно состоялись профессионально. Программу мероприятия продолжила посещение нового адреса – парка Янге-Озбекистан. И символичная церемония возложения цветов к монументу независимости, созданному в честь 30-летия суверенитета родного Узбекистана.